Незадолго до 75-й годовщины Великой Победы свой 96-й день рождения отмечает воин-освободитель Одессы Яков Савченко. Он ушел на фронт добровольцем в 16 лет, сражался в составе истребительного батальона, вел подпольную работу в партизанском отряде и участвовал в разведывательных операциях в годы оккупации. Традиционно украинская морская партия Сергея Кивалова поздравила Якова Савченко с днем рождения, пожелав ему здоровья, долгих лет жизни и поблагодарив за мужество и героизм. Родные Якова Андреевича признались, для него внимание – огромный стимул к жизни. Как герой нашего времени встретил 96-летие в сюжете репортера. Яков Андреевич Савченко – участник обороны и освобождения Одессы, брал Берлин. Воин-освободитель встретил гостей в военном мундире с орденами и медалями. У него три ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны и порядка 20 медалей. Среди них – за оборону Одессы, за отвагу, за боевые заслуги и многие другие. Ежегодно ветеран-освободителя поздравляет лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов и депутаты политической силы. Каждый год фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова поздравляет Якова Андреевича. Это особенный человек для нас, потому что он был в детском городке, памятник которому находится в Национальном университете юридической академии. Он с особой теплотой относится к студентам, ко всему преподавательскому составу. Желаем ему самое главное – здоровья. Мы его любим, помним, ждем в гости к себе просто каждый день, потому что Яков Андреевич очень любит приходить в юридическую академию, очень любит проводить время со студентами, с преподавателями. На протяжении многих лет этот сильный характером мужчина возглавляет Совет ветеранов детского городка имени Коминтерна, помогая таким же, как он – сиротам, выросшим без родительской опеки и семьям фронтовиков. Детгородок состоял из 29 детских домов, 14 мастерских и лечебно-воспитательных школ. В 1940 году он был реорганизован в крупнейшей Украине ремесленное училище, где учились полторы тысячи молодых ребят. Многие из них погибли в борьбе с фашизмом в годы войны. В память о них был установлен памятник «Спасенное детство». 22 года назад на этой территории была построена Одесская юридическая академия. Среди воспитанников детгородка был юный Яша Савченко, потерявший мать в 7-летнем возрасте. Сегодня он искренне радуется, когда слышит поздравления в этот особый для него день. Не было ни одного года, чтобы Сергей Васильевич и Светлана Викторовна как-то мимо прошли. Як Андрей ждет этих дней, ждет этих мгновений. Он готовит, я думаю, на 9 мая, он обязательно споет песню. Как только он слышит имя Сергея Васильевича, Як Андреевич, Сергея Васильевича вы ждете? Да. Да, это для него олицетворение бодрости духа. Ну, он считал его как сын. Говорит, Сергей Васильевич для меня встречает меня как отца родного. Яков Савченко ушел на фронт добровольцем в 16 лет, прибавив себе возраст. Сражался в составе истребительного батальона, потом вел подпольную работу в партизанском отряде, участвовал в разведывательных операциях. В судьбоносном для Одессы 1944 году в составе 248-й одесской стрелковой дивизии участвовал в освобождении родного города. После чего отправился на запад и дошел до Берлина. Полк Савченко штурмовал рейхсканцелярию, на крыше которой Яков Андреевич лично водрузил знамя победы. В тылу врага в свой 20-й день рождения он получил тяжелое ранение и чудом выжил. Дух его не был сломлен. Благодаря железной силе воли он смог призмочь свои физические ограничения и жить полноценной жизнью. Окончил исторический факультет университета, стал преподавателем, кандидатом исторических наук, доцентом, научился водить машину и написал четыре книги о войне. Герой одессит Яков Савченко стал полным кавалером наивысшей награды Одесской юридической академии. Ветеран ежегодно посещает университет, чтобы поделиться воспоминаниями со студентами, внося весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Он с радостью подпевает песни в военных лет, которые исполняют студенты. Вы председатель Совета ветеранов юридической академии. Выступал перед студентами, перед молодежью, перед школьниками всегда. Як Андреевич этим жил. Поддержка ветеранов в приоритете деятельности Украинской морской партии Сергея Кивалова. Отмечу, политическая сила ежегодно выступает с инициативой о повышении социальных выплат ветеранам. И всегда эти инициативы находят поддержку большинства депутатов Одесского городского совета. А благодаря активной позиции почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова и многочисленным депутатским запросам удалось на общенациональном уровне отстоять праздник Великой Победы.